Привет дорогие друзья, добро пожаловать на канал Mobile Gameplay. Сегодня мы с вами продолжаем праздновать 30-летний юбилей, 30-летнюю годовщину франшизы Mortal Kombat внутри Mortal Kombat Mobile. К сожалению, больше такой халявы как вчера уже нет. Вчера, напоминаю, мы с вами открывали бесплатный праздничный набор, в котором гарантированно выпадала алмазная карта. Сегодня больше такой халявы не предвидится, к сожалению. Я не знаю, был ли последним подобный набор или будут еще, может быть, в последний день празднования. Напоминаю, празднование продлится на протяжении недели, начиная со вчерашнего дня, начиная со вчерашнего вторника. В принципе, как разработчики обещали, каждый день у нас появляются какие-то новые скидочные наборы. И так как я обещал продлить марафон этот скидочный, выполняю свое обещание. Сегодня нам предлагают купить 20 наборов предатель по скидочке. Все 20 наборов я куплю. В принципе, что тот персонаж, что тот персонаж мне нужен. Не тот, не тот персонаж у меня не прокачан. Насчет охотника за головами вообще не помню, есть ли он у меня в принципе. Но так случается, когда персонаж уже достаточно долго находится в игре, но у тебя все равно его нет. У меня, по-моему, его в принципе нет. Но вот будем смотреть. А вдруг выпадет. Комбат Кап Джонни Кейдж. Боже мой, будь здоров, ради бога. Хороший персонаж, замечательный. Но, конечно же, он у меня уже миллион тысяч лет назад прокачан. Это не то, что хотелось бы увидеть. Смотрим еще Комбат Кап Соня Блэйд. Я не знаю, но, может быть, если кому-то очень хочется прокачать команду Комбат Кап, может быть, нужно открывать этот набор? Ну, черт его знает. Прям уж не знаю, что сказать вам, ребята. Третий наборчик. Чем порадует? Ооо! Ооо, ну, как я и говорил. Да, Эрена Блэка у меня все же нет. Ну, круто. Выпал Эрен Блэк. Замечательно. Бухта выпадает. Плюс 15% экспишки для абсолютно всех персонажей, которые имеются в коллекции. Четвертый набор. Go on. Поехали. И у нас здесь интрига. Интриг. Афтершок Тремор. Боже мой, вот это вообще просто сказочный дроп. Афтершок Тремор. Это то, чего мы ждем, когда открываем набор предателей. Ну, и вручную последний пятый наборчик. Ханзуха Саши Скорпион. С недавних времен очень нужный персонаж, потому что его можно, да, возвышать. Поднимать его можно свыше десятой элиты. Но для этого нужна карточка... Как она называется? Слушайте, я забыл. Так, работаем, как и во вчерашнем ролике. Пять вручную. Пять с помощью кнопочки. И выпал, кстати, порождение Ада Скорпион. Но, в принципе, получается, что неплохой дроп. Получается, из одного набора, точнее из одного, из одного захода, из десяти наборов, мне выпал и тот, и тот персонаж. То есть... Но если отталкиваться от процентного соотношения Незеров, то это, в принципе, очень даже неплохо. Забыл, как называется эта карточка, с помощью которой можно будет Скорпиона прокачать. Вот, Вознесение. Извините, извините, Вознесение у нас это называется. Не туда стоять. И вторую десятку, естественно, тоже забираю. Наборы карт. Алмазный набор предателей. Единственное, что вот что по процентам. То есть по четыре с половиной процента на Скорпиона и на Эруна Блэка. Ну, давайте-ка еще десяточек. Почему бы и нет? Эх. Мне так нравится, что души списываются гораздо раньше, чем появляются наборы. Оп, видели? Души списались, а наборы еще не появились. Вот, вот это я понимаю. Вот это Незеры. Главное списать внутриигровую валюту, настоящую валюту. А выдадут, не выдадут, это уже не столь интересно. Первый набор из десяти последних. Ну-ка. Карабрака. Вот это тоже награда еще та. Всю жизнь мечтал. Дальше. Набор номер два. В общей сложности двенадцатый получается, да? Воин Шакан Кентаро. Ну, как вы видите, да? Несмотря на то, что это уже далеко не первое слияние, но я этим персонажем абсолютно не играю. Он просто неиграбельный, как по мне. Были такие периоды, когда Mortal Kombat Mobile выпускал персонажа просто для того, чтобы его выпустить. Я вот помню, когда вышел как раз-таки Кентаро, многим этот персонаж не понравился. Почему? Потому что разработчики схалявили просто нереально. Первый спецприем взяли Угору, Супер Мув взяли Угора, но могли бы взять Супер Мув Кентаро из Mortal Kombat 9. Он там не такой, как Угору. И тогда как бы никто не возмущался бы. И тогда было бы понятно, что это как бы новый персонаж, вообще откуда он взялся там и так далее, да? Но нет. Как всегда, по пути наименьшего сопротивления. Контент ради как контента. Чуть я размущался, язык начал заплетаться. Барайчо Дыхание Дракона. Барайчо Ничо. Кстати, на моем втором канале недавно выходил видосик. Мы как раз там дублировали диалоги Барайчо. Поэтому, кто еще не в курсе, кто еще не видел, welcome. Ссылка на мой второй канал в описании к ролику. И, естественно, есть. Ого! Так уже лучше. Так уже лучше будет. Давайте эту десятку вручную дооткрываем. Вот. Поэтому подписывайтесь на мой второй канал. Ну, либо если вам не очень хочется подписываться, просто зайдите, посмотрите видосики. Мы стараемся озвучивать, как умеем. Мы не профессиональная звуковая студия. Но, тем не менее, пробуем. Это такое хобби, знаете ли. Особо нечего вот в данной ситуации комментировать. Потому что не выпадает что-то более-менее интересное. У меня уже практически все персонажи прокачаны на уровень Х. Ну, типа, что делать дальше? Ну, может быть, это типа некий задел на будущее. Наверное, рано или поздно появится, там, я не знаю, возможность слияния для шинока какого-нибудь. Но, опять же, на данный момент, получается, все карты, кроме Ханзуха, Саши, они все равно автоматически продаются. То есть, ну, раз уж вы уже придумали систему прокачки персонажей свыше уровня слияния Х, то, может быть, нужно было для всех золотых персонажей закрыть возможность вот этой автоматической продажи? Ну, как бы, в чем логика? Ну, это, как всегда, Незеры, да? Одно делаем, другое ломаем, одно придумываем, второе не додумываем до конца. В принципе, ничего удивительного. Но, я не знаю, это же, по-моему, очевидно. Раз уж вы придумали, что персонажей можно будет прокачивать в дальнейшем свыше максимального уровня прокачки, то, может быть, нужно было закрыть возможность автоматической продажи? Не знаю, этот вопрос прямо на поверхности находится. Почему только я до этого додумался? Ну, и, наверное, такие, как я, которые просто в Mortal Kombat играют, а не разрабатывают эту игру. В общем-то, получается, что? Получается, за 20 наборов мне выпал два раза порождение Ада Скорпион и один раз выпал Эрон Блэк. Блэк-блэк. Но, не знаю, пишите в комментариях, насколько вам кажется этот дроп богатым. Мне кажется, что могло бы быть и получше, безусловно. Я вот прям очень сильно сомневаюсь, что этот дроп достоин, там, каких-то высоких похвал и оценок. Все, друзья, до завтра. Ждем, чем игра порадует на завтрак. Ей скидки будут завтра. Я сомневаюсь, что после вчерашнего халявного набора с бесплатной алмазкой будет еще один такой. Но, как говорится, надежда умирает последней. Будем смотреть, что будет дальше. А вы были на канале Mobile Gameplay. Не забывайте подписываться на канал, ставить пальцы вверх и активнейшим способом комментировать данный ролик. Все, пока. До новых встреч на моем канале.